КОАЛИЦИЯ Коалиция не распалась. Парламентское большинство в Кыргызстане смогло договориться. Лимиты и ограничения отменили, но свет в дома таджикистанцев дают по расписанию. Ашхабад и Кабул договорились. Новая железнодорожная магистраль свяжет страны региона. Кыргызстан мог в очередной раз лишиться правительства. В пятницу появилась информация о том, что оно может уйти в отставку. Причиной для этого мог стать развал парламентской коалиции. Ситуацию изменили переговоры депутатов и руководителей кабинета министров. Подробности в репортаже из Бишкека. Коалиция парламентского большинства Кыргызстана собралась на срочное заседание. За три месяца существования альянса фракции так ни разу и не проводили переговоры. И решили наверстать упущенное. Мои избиратели звонят мне, спрашивают, что с коалицией. Предлагаю остановить заседание, собрать три фракции, которые входят в коалицию, и провести собрание. Сказано, сделано. Ради такого дела отменили пленарные заседания. Собрание коалиционного большинства решили проводить в закрытом режиме. Участвовали депутаты фракции СДПК, Республика, Атаджурд, глава правительства Алмазбек Атамбаев и первый вице-премьер Умурбек Бабанов. Главная тема переговоров – возможный распад альянса. Если изнутри кто-то не хочет выйти из коалиции, конечно, развалить коалиции – это невозможно. Поэтому люди со стороны стараются как-то вмешаться в наши внутренние дела. Но, видимо, не только люди со стороны пытаются внести разлад. На итоговой пресс-конференции лидер фракции Атаджурд Камчебех Ташиев не появился. За него всё сказал лидер фракции Республика Канат Исаев. Он заявил, что некоторые депутаты выразили желание выйти из альянса. Но, тем не менее, по его словам, коалиция работает в прежнем составе. Не имеет значения мнение одного депутата. Здесь по конституции у нас фракция в целом должна заявить о выходе из состава коалиции. Позиции Атаджурд, они остаются в составе коалиции. Он заявил, что мнение одного депутата не имеет никакого значения. Он имел в виду это в адрес Ташиева. Ташиев – это не просто один депутат. Это мнение целая большая фракция, самая большая фракция внутри коалиции. И то, что внутри этого коалиции точно не всё ладно, говорит о том, что они синхронно даже элементарную, срочно созданную пресс-конференцию не смогли дать. Депутаты Атаджурда уже не раз высказывали недовольство работой парламента и правительства. Возможность выхода фракции из состава коалиции эксперты не отрицают. В случае распада парламентского альянса правительству придётся уйти в отставку. Следующая будет формировать новая коалиция. По некоторым данным её состав уже определён. Это фракции Атаджурд, Атамикен и Арнамыс. Наталья Лиабекул-Чуманов, Бишкек, Кыргызстан. Кыргызстан и Россия возобновили переговоры по строительству Камбаратинской ГЭС-1. В Бишкек для этого прибыла делегация, в составе которой представители Росгидра, Росатома и Интеррау ЕС. Она уже провела встречу с первым вице-премьером Амурбеком Бабановым. Как сообщает пресс-служба Кабинета министров, он отметил, что кыргызская сторона готова оказывать любое содействие Интеррау ЕС. О конкретных сроках реализации проекта речь не идёт. Пока решено создать рабочую группу по изучению вопроса. Напомню, в начале 2009 года в Кремле было подписано соглашение о предоставлении Бишкеку государственного кредита в размере 1,7 млрд долларов для возведения Камбаратинской ГЭС-1. Этих денег страна не получила, так как российская сторона заявила, что грант к Кыргызстану в размере 300 млн долларов был разворован семьей бывшего президента Бакеева. В Таджикистане тоже не отказываются от идей строительства крупнейшей гидроэлектростанции Рагунской ГЭС. Но пока страна продолжает пребывать в жёстких рамках ограничений. Свет в жилые дома в начале весны подают на 6 часов в сутки, а в горных районах всего на час. И это несмотря на то, что уровень воды в водохранилище Нурекской ГЭС выше прошлогодних показателей. Видимо, таким образом энергетики пытаются воздействовать на должников. Детали в репортаже из Таджикистана. Вот посмотрите, бумага и целлофан. Это всё по вечерам собираю на базаре, чтобы хоть чем-то разжечь костёр и вскипятить чай. На старости лет мне такое приходится делать. Этибор Абдулоева живёт в многоэтажном доме. Газа в нём нет уже 20 лет. Зимой электроэнергию подают по часам, а эта весна началась с ещё более жёстких ограничений. Не знаю, почему отключают свет. Утром дают всего на 2 часа. Вечером в последние 2 дня включают только в 7. Сидим в темноте. А что делать? С моей пенсией дров не купишь. Я же ещё за свет плачу. Дома есть маленькие дети. Все они болеют от холода. Разве можно так издеваться над людьми? А это рынок строительных материалов в Гесаре. Здесь их не только продают, но и обрабатывают доски. Сегодня здесь слишком тихо. Тагайбеку не помог даже генератор. Эти генераторы быстро нагреваются, работают недолго. И потом, литр бензина стоит почти доллар. Всё это, конечно же, влияет на цены. Посмотрите, ребята сидят без работы. Предпринимателей более 100, а генераторы у одного из 10. Да и стоит он 3000 долларов. Вот и сидим, работаем по очереди. Но так нельзя. Всем надо содержать семью. Ограничения ввели с 1 марта. Официально о них людей не предупредили. 20 февраля лимиты отменили по всей республике. Тогда Таджик Энерго заявил, что запасы воды в водохранилищах позволят без проблем, обеспечивая дневное время электричеством всю страну. Сейчас в барке Таджик говорят, что лимитов не вводили. Это не связано с лимитом. У нас есть электричество, но мы не даём его населению, потому что они не платят за свет. Например, в районе Рудаки из-за того, что в конце февраля похолодало, потребление электроэнергии увеличилось, но при этом оплачивают его только 40% населения. В этой связи мы были вынуждены ввести ограничения в тех регионах, где население задолжало. Весеннее ограничение оказалось более жёстким, чем зимнее. Подачу сократили вдвое. При этом электричество стали отключать и в областных центрах. А в горных районах на севере страны его видят только час в сутки. Население, это, кстати, данные самой Барки Тоджик, население не является главным неплательщиком платежей в компании Барки Тоджик. Основные, это, по ее словам, это компания Талко, цеменный завод, ну, ряд крупных заводов в Таджикстане. То, что сейчас происходит в Барке Тоджик, это некое эхо или отзвук общей картины того, что происходит в целом стране. То есть власть нарушена, вот эта вертикаль власть, вот это вот центральное управление, оно нарушено, система, и отсюда все проблемы. Острый энергодефицит в осенне-зимний период страна испытывает ежегодно. Но как долго продлится жизнь во тьме на этот раз, видимо, будет зависеть от воспитательных инициатив энергетического монополиста. Страдают при этом не только должники, но и те, кто исправно платит за свет. Галина Трошина, Ханифа Хаджаева, Валиджон Алиджанов, Душанбе, Таджикистан. Ашхабад и Кабул договорились о начале строительства железной дороги. Протяженность магистрали 120 километров. 85 из них будет проходить по территории Туркменистана. Остальной участок будет проложен через Афганистан. На переговорах в Ашхабаде стороны отметили важность проектов содействия восстановления инфраструктуры Афганистана. Возможность строительства новой железнодорожной линии станет важным звеном в транспортных перевозках между государствами азиатского региона. Заявлено в ходе встречи. Бывший депутат Сагдейского областного собрания попросил в России политического убежища. В Таджикистане Низамон Джураев, бывший директор из Фаринского химического завода, обвинен в организации вооруженной банды, разбое, растрате госсредств и отмывании денег, а также убийстве бывшего заместителя генпрокурора республики Талиба Бобоева в 1999 году. Джураев бежал из страны. В августе прошлого года он был задержан в России. Вопросов его экстрадиста отложили на полгода. Ранее Верховный суд Таджикистана приговорил к длительным срокам заключения более 30 подельников Джураева, среди которых и его родственники. Некоторые эксперты не исключают, что одной из основных причин преследования Джураева является передел собственности в Исфаринском районе Сагдейской области, где он владел несколькими крупными промышленными предприятиями. Омбудсмен Таджикистана представил президенту отчет о состоянии прав человека в стране. Он основан на письменных и устных обращениях граждан, а также на итогах работы специальных рабочих групп. В нем проведен анализ ситуации с правами женщин, детей и инвалидов. За 16 месяцев главному правозащитнику страны обратилось более полутора тысяч граждан. Документ направлен в парламент страны, генпрокуратуру и суды. Его электронная версия будет размещена на официальных интернет-сайтах, а в ближайшее время с ним можно будет ознакомиться на страницах газет. Первый таджикский омбудсмен – бывший советник президента по правовым вопросам Зариф Ализада. По мнению других правозащитников, он так и не высказал свои точки зрения по самым острым проблемам, в частности по платной дороге, сносу домов и привлечению к суду независимых СМИ. Вопросы, связанные с платной дорогой и сносом частных домов, требуют тщательного изучения, потому что эти вопросы являются спорными. К примеру, что касается сноса домов, то они должны решаться в судебном порядке. В суде должны быть изучены документы, которые находятся на руках у людей, выданные им соответствующими структурами, насколько они имеют юридическую силу. Нельзя сказать сразу, кто прав, кто виноват. Мы проверим это и внесем свои предложения. В Узбекистане спецслужбы заблокировали еще один интернет-ресурс. Сайт Института по освещению войны и мира перестал быть доступным для местных пользователей. Блокировка независимых изданий произошла после серии публикаций со скандально известного сайта Wikileaks, где разоблачалось высшее руководство Узбекистана. Жертвами цензуры в стране за последние годы стали многие иностранные издания. Рейтинг свободы слова в Узбекистане – один из самых низких в Центрально-Азиатском регионе. Обеспечивать порядок на улицах Худжанда будут теперь не только сотрудники милиции, но и добровольцы. На севере Таджикистана создают добровольные народные дружины. Молодые люди, студенты, старшеклассники, работники государственных учреждений собираются в группы для помощи правоохранителям. Положение о создании таких дружин подписал градоначальник Садик Джон Мерхаликов. Решение принято в связи с последними тревожными событиями в регионе – попытками терактов и дестабилизацией обстановки. Возглавлять дружинников будет ветеран органов внутренних дел. Мэрия уже выделила штабу помещение и необходимое оборудование. В ряды добровольцев записалось более тысячи человек. Вместе с участковыми милиционерами они будут патрулировать город с 6 до 9 часов вечера. В задачу добровольных дружинников входит охрана общественного порядка, помощь в предотвращении правонарушений. Все это будет рекламентироваться приказами МВД и администрации города. Обязательные атрибуты дружинников – это специальное удостоверение, повязка и нагрудный значок. На этом все. Спасибо, что были с нами. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Ливия. Массовые акции протеста продолжаются с 16 февраля. Требование – отставка Муаммара Каддафи, который руководит страной, более 40 лет. Сегодня под контролем оппозиции находится значительная часть страны, но сторонники Каддафи оказывают серьезное сопротивление. По некоторым данным, число погибших в столкновениях превышает 800 человек. В стране хаос. Фактически анархия. Йемен. Акции протеста, начавшиеся в конце января, проходят в различных городах страны. Манифестанты требуют отставки президента Али Абдаллы Салиха, который находится у власти 32 года. Массовые демонстрации перерастают в столкновения протестующих с полицией, в результате чего имеются жертвы. Как среди манифестантов, так и представителей силы правопорядка. Президент Салих заявил, что не уйдет в отставку без выборов.